Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И сейчас на своих экранах вы видите реальные результаты методики MMPI по реальному человеку. Обратите внимание, MMPI вариант на 377 утверждений адаптации Березина. Здесь понятно, обезличенные данные идут, фамилии, имя, отчество, возраст этого реального человека, пол, образование, должность, ну и собственно сами результаты. Давайте их посмотрим внимательно. Проходил человек обследование 22.01.20 в 9 часов 49 минут. Основной график, что мы на нем можем видеть? Соответственно шкалы достоверности, ЛФК, лжи, достоверности и коррекции. И собственно пошли основные шкалы, шкалы невротической триады. Первая, вторая, третья шкала истерии, депрессии и ипохондрии. Далее идут психотические шкалы, шкалы психопатии, мужественности, женственности, паранойи, психостынии, шизофрении, маниакально-депрессивного состояния и соответственно интроверсии и экстраверсии. Вот такие вот результаты. Нормой общепопуляционной для российской популяции является показатель от 30, вот здесь вот так я проведу, надеюсь будет видно на видео, до 70Т баллов. Как видно результаты конкретного человека укладываются по результатам, укладываются в нормативное. Но здесь вот это можно увидеть в виде таблицы. Рассчитывается также индекс F-K. Соответственно результаты достоверны. Мужчина брутален, значит несколько излишне оптимистичен, открыт, общителен. В общем все у него хорошо. Возрастной товарищ, но тем не менее. Уникальность нашей программы заключается в том, что если здесь речь идет о сознательном выполнении методики, на уровне сознания человек отвечает на поставленное перед ним утверждение верно или неверно, то далее идет результат по времени. А как его тело реагировало на те или иные шкалы. Соответственно то же самое. ЛФК и так далее. Все эти 13 шкал. 14 если говорить как о шкале мужественности, женственности, как о двойной шкале. Понятно о чем идет речь. Ну и собственно так же идет результат по времени. Вот такой результат. Очень интересно вот именно время оценивать. Все таки вот фактически по MMPI мы получаем не один, а два графика. То есть бессознательное и сознательное реагирование на те или иные утверждения опросника MMPI. Интересным в нашей программе второй можно сказать фишечкой является то, что соответственно мы можем перейти вот сюда во вкладочку Excel MMPI. И здесь мы видим конкретного человека, этого же самого человека, пополняемая база данных. База данных. То есть здесь представлены те же самые результаты, что в графике. И попадая сюда кто-то еще, 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 результаты будут пополняться, увеличиваться. То есть соответственно в дальнейшем их можно будет легко и просто экспортировать в какой-то отдельный лист Excel. В такие статистические программы как SPSS статистика и так далее и тому подобные вещи. Давайте вернемся к графику. Соответственно график очень точный, надежный, безошибочный и нормально работающий в отличие от MMPI. Сопчик или там мини-мульт, не говоря уже тю-тю-тю у меня. Значит соответственно время, бессознательное реагирование человека на поставленные утверждения. Ну и собственно, что крайне важно для каких-то научных исследований, составления графиков, диаграмм, отчетов, как для конкретной рабочей деятельности, так и для научной деятельности. То есть собирается база данных, она может быть подвергнута статистическому анализу с помощью различных критериев. Вот эти фишечки у нас реализованы. На наш взгляд это оптимальный вариант. Надо сказать еще упомянуть о том, что эти результаты могут быть экспортированы в нашу же программу АЗ-Спектр, соответственно в отдельные таблицы. И составлено может быть по этим результатам, по другим каким-то методикам, не только по MMPI, там КТ, Луиска, УНП и так далее. Составлено быстро, очень быстро, за 5-7 минут специалист может составить заключение индивидуальное по конкретному человеку. То есть мы можем это легко нажать на кнопочку распечатать и это все распечатается на формате А4. Мы можем все это собирать, собирать, собирать базу данных, потом экспортнуть ее, соответственно, отсюда и работать какими-то научными вещами, науку делать. Вот так это выглядит. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.